Девушки отдыхают Да, очень тяжело в итоге тратить накопленные деньги, тяжело пускать и в ход, особенно если вы рождены экономным человеком Я родился со склонностью тратить, а моя жена экономна Обычно вы относитесь к одной из этих категорий Мне кажется, вы природа экономной Она чувствует себя невероятно комфортнее, имея кучу денег на счету, чем имея надежный автомобиль Я, наоборот, предпочту надежную машину Имея подушку безопасности Знаете, это нечто эмоциональное Это не финансовый вопрос У меня есть деньги, но у меня проблемы с тем, чтобы их потратить Это говорит о том, знаете, это нормально, в этом нет ничего плохого Это говорит о том, что вы хотите получить надежность от этих дополнительных денег Имея при этом подушку безопасности Я скажу вам следующее Я думаю, что всем нам нужно работать над одним из наших финансовых навыков На самом деле есть три основных финансовых навыков Стратить Должным образом Разумно Научиться получать удовольствие от денег, которые попадают в категорию расходов Научиться наслаждаться жизнью с вашими деньгами В принципе, вот о чем ваш вопрос Второе — откладывать И научиться откладывать деньги на подушку безопасности, на учебу, на пенсию Чтобы поднять свою семью, построить состояние и научиться инвестировать Научиться преодолевать инвестиционные волны Которые мы наблюдаем на фондовом рынке в течение последних нескольких недель Вот И отдача Сила щедрости полностью изменит вас Когда вы научитесь отдавать в естественном ритме вашей жизни Это изменит все Итак Трата, сбережение и отдача У каждого есть хотя бы один навык, с которым они борются У меня сбережение Я транжира У меня нет проблем с тем, чтобы наслаждаться деньгами И также нет проблем отдавать деньги Потому что с транжиром легче от этого и быть щедрым Потому что трата денег нас не удручает так, как экономных Но я слаб в сбережениях И поэтому Бог заставляет меня обучаться этому каждый день И я больше не слаб в сбережениях Но от природы у меня было упущение в этом Я должен был прилагать сознательные усилия, чтобы действовать по своей воле и откладывать И инвестировать И что действительно побуждало меня к этому, будучи транжирой, это то, что чем больше у меня будет денег Тем больше я смогу тратить и отдавать Я могу тратить больше и отдавать больше И это единственная причина, по которой я откладываю Не потому что я просто люблю откладывать До сих пор не люблю Но у вас обратная ситуация, Рики Судя по всему, вам не нравится тратить Мы не знаем про отдачу Вы про это ничего не сказали Порой я могу понять транжир или экономных, как он Когда тратят деньги, чтобы в первую очередь улучшить свой навык отдачи И потом это позволяет им также наслаждаться тратой денег на себя И это будет досадно Откладывать, работать и не наслаждаться своими деньгами И одна из вещей, которыми можно наслаждаться, это качественный автомобиль И у вас нет качественного автомобиля И вам придется водить старую Вам нужно купить новую машину, вы это и так знаете Вы не спрашиваете об этом Вы уже знаете это Возможно, стоит взять часть этих денег и отдать куда-нибудь Найдите, куда можно пожертвовать деньги Ваша церковь Найдите нуждающуюся семью или мать-одиночку и оплатите ее счета, например Найдите что-нибудь Потому что есть что-то в отдаче такое Что вроде как дает вам душевное спокойствие И разрешение на то, чтобы наслаждаться своими деньгами Поскольку деньги приносят удовольствие, если они есть Можно наслаждаться хорошими вещами Но если это все, что ты делаешь Не откладываешь и не отдаешь Тогда ты мелкое ничтожество, так? Но знаете, считать кого-то ничтожеством или алчным Только потому, что он может наслаждаться своими деньгами Это неверно Единственное, о чем можно говорить Это какой процент от их финансового состояния уходит на себя Если все деньги уходят на покупку всякой чепухи Тогда у вас нарушен баланс, понимаете? Но если часть вашего дохода вы отдаете Вы инвестируете хорошую часть вашего дохода И вы тратите какую-то часть денег на что-то ценное для вашего образа жизни Путешествия, машины, вещи, что угодно Тогда у вас все в порядке с балансом Если вы на простом шаге номер три и выше Где вы и находитесь, Рикки Но это действительно хороший вопрос, Рикки Очень хороший вопрос для меня И это заставило меня немного остановиться и задуматься на секунду Потому что порой люди думают Знаете, никому нельзя иметь такую машину Что если каждый захочет иметь новый дом? У меня есть друг, и его состояние три миллиарда Один миллиард — это тысяча миллионов У него три тысячи миллионов У него три тысячи миллионов И он тратит шесть миллионов на свой дом И люди шлют ему злостные имейлы, говоря «Да как ты можешь только тратить на дом» Его дом — это ничтожный процент от его состояния и дохода Для него это словно вам сходить в магазин и купить печенье Это совсем никак не скажется на его жизни По сравнению с его состоянием, такой дом — это очень консервативный вариант Как для того, у кого есть три миллиарда долларов Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok